Это информационный тележурнал День за днём. О самых заметных событиях жизни города и региона вам расскажут корреспонденты Тобольского времени. Я Константин Симонов. Здравствуйте. Производственная площадка Сибура стала объектом туристического показа. Здесь проводят экскурсии и квесты. Накануне гостям предоставили возможность взглянуть на красоту нефтехимического гиганта в тёмное время суток. Своими впечатлениями поделится Шамиль Гулиев. Кто бы мог представить, что ночная экскурсия по Сибуру сравнима с путешествием в космос. Только вместо скафандров для космонавтов – защитная экипировка, костюм и каска. На гостей их надели не просто так. Им предстояло пройти производственный квест. С помощью специальной машины начали с проверки загрязнения атмосферного воздуха. Участники посмотрели на индикаторы и убедились, что в Тобольске можно дышать полной грудью. Всё очень безопасно, всё очень чисто, продвинуто. Переживать людям вообще ни о чем. Всё увидели своими глазами. Всё классно, всё стерильно. Будем жить в городе Тобольске. Самый классный город, самый лучший. Один из самых распространённых мифов среди табликов – загрязнение воздуха горящими факелами. Но специалисты подтверждают, что никакого вреда от них нет. Часто очень говорят о том, что выбрасывается с факелами значительное количество разных страшных тяжёлых углеводородов. Но я думаю, кто химию учил, тот понимает, что любой углеводород, он в принципе при сгорании разлагается на углекислый газ и воду. То есть углекислый газ, который мы выдыхаем по факту и водяные пары. Поэтому здесь этот миф совершенно можно будет развеять. Полипропилен и полиэтилен стали основой для следующего этапа квеста. Из полипропилена производят изделия из пластиковой посуды, медицинские инструменты, одежду, строительные материалы, детали машин и автомобилей. А из полиэтилена изготавливают кабельную трубную продукцию, плёнки, упаковочные формы и контейнеры. При выполнении заданий эта информация звучала неоднократно, а всё для того, чтобы определить, что из чего изготовлено. Это полиэтилен, вот это полиэтилен, вот это вся остальная часть, это полипропилен. А вот трубы, они могут быть изготовлены как из полипропилена, так и из полиэтилена. Во время квеста развился ещё один миф о том, что на производстве большая радиация из-за реакторов. Вот это мой любимый миф, потому что реактор это вроде не про радиацию, а про то, что какая-то реакция идёт, и у нас тут с радиацией совсем ничего нет. Вопросы экологии поднимались постоянно. Гости убедились, что поводов для опасений нет. На опросы ответили, с экологией всё хорошо, я могу быть спокойна. Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров, Тобольское время. До старта проекта «Прямые выплаты» осталось 4 месяца. В преддверии масштабных изменений проходят встречи представителей регионального отделения фонда социального страхования с работодателями Тюменской области. Большой семинар провели в Тобольске. В ходе встречи участникам разъясняли механизм работы в рамках прямых выплат. Особое внимание уделяется подготовительным этапам, важности работы с электронным листком нетрудоспособности, а также желательном перечислении социальных пособий на карту МИР. На сегодняшний день, как я сказала, провести работу со своими работниками, чтобы они были все своевременно оповещены, и, конечно же, доработать программное обеспечение. А также работники, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, у них тоже меняется срок, он немножко иной. Они будут получать свои пособия с 1 по 15 число месяца следующего, за которым будет выплачиваться пособие. Напомним, с 1 июля в Тюменской области стартует проект «Прямые выплаты». Различные пособия по больничному, по беременности и рождению ребенка будут выплачивать по новой схеме через фонд социального страхования. Четырех табляков задержали за кражи из автомобилей. Злоумышленники разбивали стекла в машинах, на которых отсутствовала сигнализация, и похищали с салона имущество. Что похищали с них? Магнитон, бензин, еще ламки, еще аккумуляторы. Подозреваемые похитили 30 литров бензина. Общая сумма ущерба составила 82 тысячи рублей. В этот же день злоумышленники задержаны и доставлены в отдел полиции. По данным фактам следователям возбуждены уголовные дела. По части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража» санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Благодаря оперативности полицейских, все похищенное имущество изъято у одного из сообщников и будет возвращено законным владельцам. В Тобольск хлынул поток граждан РФ из других регионов страны. Переезжают целыми семьями жители из Башкортостана, Пермского края, Томской области. В основном это специалисты, которые устраиваются работать на тобольские предприятия «Сибура», «Запсибнефтехим» и «Сибур-Тобольск». А вот число иностранцев в Тобольске наоборот уменьшилось. За 2019 год на регистрационный учет поставлено 75 тысяч иностранных граждан, а снято в конце года 82 тысячи человек. Хочу вас порадовать, наверное, что у нас иностранные граждане практически все выехали. На момент 31 декабря у нас все граждане Китая покинули, до из дальнего здоровья покинули. Осталось их всего было 14 человек, но это ИТР, которые обслуживали оборудование на заводе. И плюс у нас граждане Турции выехали. Большинство иностранцев трудились на строительстве завода и 15-го микрорайона. В 2020 году большинство иностранцев, причем из стран ближнего зарубежья Казахстана и Узбекистана, задействованы на строительстве аэропорта. На территории 16-й школы в этом году появится парк отдыха. Проект по его благоустройству одобрила компания Сибур, а педагогический коллектив получил грант в рамках конкурса «Формула хороших дел». В 10-м микрорайоне на территории более 100 квадратных метров много лет растет лес. Сейчас он находится в заброшенном состоянии, но уже к осени педагоги и ученики обещают навести здесь порядок. За чистку планируем вывезти лишние деревья, там она достаточно засорена старыми упавшими деревьями. Ну и частично заасфальтировать, поставить скамейки и нанести на них вот про то, что я говорила, высшепешеходные переходы, знаки. И в общий круг с асфальтовым покрытием, чтобы уходило, чтобы возможно было кататься на велосипедах. Начать строительные работы планируют уже весной, а завершить в октябре 2020 года. Наводить порядок и расчищать территорию помогут экоотряды школьников, которые впоследствии смогут проводить под открытым небом уроки по биологии и экологии. Здесь же они будут изучать правила дорожного движения. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» представили гостям на юбилее Байкаловской школы. Старейшему образовательному учреждению Тобольского района исполнилось 125 лет. Как живет школа сегодня, узнала Наталья Китова. Байкаловская школа ведет свою историю о церковно-приходской. Открыли ее в 1895 году. В трех классах обучалось всего 17 человек. В 1936 году она была преобразована в школу крестьянской молодежи. 22 июня 1941 года десятиклассники сдавали последний экзамен и сразу ушли на фронт. Из 40 выпускников вернулись домой 26. В настоящее время здесь обучаются более 250 учеников. С 2007 года школа функционирует как базовая, осуществляя сетевое взаимодействие между сельскими школами. С 2019 года на базе школы реализовался региональный проект «Современная школа» в форме Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Байкаловская школа сейчас является современной школой. У нас есть много разных технологий, вот также «Точка роста», есть «Наука лаб». Для меня, вот я собираюсь поступать в медицинский колледж, для меня это очень интересно, потому что там можно проводить разные опыты. По праву гордится школа своими учителями. Трое удостоены почетного звания «Заслуженный учитель России». Один педагог отмечен знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Пять человек награждены грамотой Министерства образования Российской Федерации. Еще здесь трудятся три отличника народного просвещения. Историю школы мы как раз узнавали в архивах при церкви. И первых учеников их было всего 17. Затем в 1936 году она была преобразована в школу крестьянской молодежи. Затем уже в послевоенное время было построено современное здание. И сейчас здание, в котором мы находимся, оно было построено в 1982 году. Сейчас можно не только хорошо учиться, но и провести хорошо время. Например, я занимаюсь проектированием, программированием и так далее. Я хочу стать будущим мультипликатором. И в точке роста я занимаюсь моделированием на компьютерах специальных. За 125 лет Байкаловская школа подготовила тысячи достойных граждан. Педагоги, руководители, врачи, труженики сельского хозяйства достойно служат родине и людям. Наталья Китова, Рустам Рузей. В Тобольское время. В Тобольске стартовал новый проект «Могу, умею, практикую». Его цель – помочь работающей молодежи и студентам реализовать себя, расширить кругозор, приобрести необходимые в современное время теоретические и практические знания. Начали с мастер-класса по самообороне. Мне сказали знакомые, мне стало интересно посмотреть, что будет, попробовать свои силы. Ну, вообще интересно, понравилось тебе? Да. Что вот именно тебе понравилось? В целом все. Я научился чему-то новому, обороняться хоть как-то. Зачастую у нашей занятой молодежи не всегда есть время посвятить себе, получить какие-то либо новые навыки. И мы даем эту возможность. У нас шесть направлений, включая в себя 12 мастер-классов, которые абсолютно бесплатны. И все желающие могут присоединяться к работе. В рамках проекта в течение трех месяцев участники посетят мастер-классы фитнес-йога для начинающих. Как заставить заниматься себя дома, швейное дело, организатор и ведущий мероприятий. А также узнают, как сделать хорошее фото на телефон, создать идеальный образ, научиться делать повседневный и вечерний макияж и прическу. Для удобства работа будет проходить малыми группами в вечернее время. О спортивных достижениях табаляков расскажем прямо сейчас. Рубрика подготовлена совместно с городским комитетом по физкультуре и спорту. На играх чемпионата России по баскетболу среди мужских и женских команд встречались табольский нефтехимик и локомотив Кубани с Краснодара. В первой игре табаляки одержали победу со счетом 95-85. Вторая встреча завершилась в пользу краснодарцев со счетом 80-100. На стадионе Табул состоялись чемпионаты первенства Табольска по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов. На двух площадках города прошли очередные игры открытого чемпионата Табольска по баскетболу среди мужских и женских команд. Победу взяли команды молодость Сибур, Демьянка, Вагайбаскет, Сибур и команда Урожай. На играх чемпионата Тюменской области по волейболу команда Тюмбит отдала победу табалякам. Итог встречи 3-1. В поселке Боровский состоялись игры чемпионата Тюменской области по мини-футболу. Тобольская команда Иртыш сыграла против Ишима. Табаляки одержали победу со счетом 2-1. Спонсор прогноза погоды – выставка продажа «Край Камчатки». Выставка рыбных деликатесов для самых изысканных гурманов. 20, 21, 22 и 23 февраля в Тобольске пройдет выставка продажа рыбных деликатесов «Край Камчатки». Красная икра – более 30 видов рыбы горячего и холодного копчения. Тобольск – 8 микрорайон 31. Бывшая аптека напротив гостиницы «Славянская». «Край Камчатки». Далее прогноз погоды. У меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на «Тобольском времени». 19 февраля в течение суток в Тобольске ожидается 0 плюс 1. Временами небольшие осадки. Ветер юго-западный – 4-5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин